Сочувствие 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 политику именно в этом аспекте, чтобы исправить эти ошибки. Это по поводу языка. Что касается русского языка и ущемления русскоязычного населения, которое я сейчас здесь услышала, на эту тему я тоже печаталась, может быть, вы помните, моя национальная идея, мои взгляды на национальную идею. То есть нельзя было в одночасье рубить все эти связи и в одночасье практически закрыть для себя ворота на Запад, ворота на Россию, ворота на культуру, которыми мы питались на протяжении столетий. Не надо об этом заводить. Не 70 лет, а столетий. У нас были ворота на Запад, ворота в культуру через Россию. Скажите, пожалуйста, где вы найдете сейчас переводы научных изданий? Вот недавно только перевели Коран на азербайджанский язык. Я изучала Коран сперва на русском языке. Правильно? У нас не было даже Корана на азербайджанском языке. А потом я уже изучала его на тюркском языке. Где у нас сейчас научная литература, современная, последняя, на азербайджанском языке? Ее нет. Значит, если мы сегодня русский язык, отказываемся от русского языка, мы сами себя обедняем, не подготовив платформу для другого входа в цивилизацию. Если бы мы все владели прекрасно английским языком, как в основном в Турции, между прочим, каждый турок владеет турецким или второй язык, у него английский или немецкий. Это в обязательном порядке. В обязательном порядке. Они чисто говорят на втором языке. Это их тоже выход на цивилизацию, на Европу. Если мы сегодня не подготовили второго языка, настолько свободно, чтобы войти в Европу с этим языком, то мы практически не имели права, я считаю, что это не только колоссальная ошибка, это преступление. Это преступление, ведущее к догадаться всего нашего общества. Мы сделали так, чтобы мы закрыли одни ворота, не открыв вторые. Поэтому здесь большое значение имеет русский язык, как ворота в Европу, ворота в цивилизацию. Пока мы не откроем своих ворот на азербайджанском языке, на нашем родном языке, на уровне. Нам нужен переходной период, где все сразу делается. Никакие скачки не оправданы в любой политике. Политика – это плавный процесс, эволюционный процесс. И здесь скачки неуместны. Что касается экономического и социального положения, с которым вы выступали, от имени национальных меньшинств, я убедительно прошу вас, говоря об экономическом и социальном положении тяжелых национальных меньшинств, пожалуйста, не забывайте о миллионном населении азербайджанцев, которые вот сейчас, в данный момент, на улице, в данный момент, которые в данный момент не имеют воды, воды и хлеба для своих детей. И если вы чувствуете себя гражданами Азербайджана, сперва посмотрите на них и выступайте в контексте граждан Азербайджана. Убедительно вас прошу. Не забывайте об этом. Экономическое и социальное положение, оно для всех очень актуально. Но сегодня мы не имеем права выставлять экономические проблемы нацменьшист, когда миллионное население Азербайджана на улице даже палаток не имеет. Вы это прекрасно и лучше меня знаете. И это будет несколько некорректно даже по отношению государства, по отношению ко всему азербайджанскому народу. Я просто хочу вам сказать о своем мнении. Что касается вопросов кадровых, почему нет курдов или талышей, или русских, Вы знаете, выбирать кадры по национальному признаку, я считаю, ну просто несерьезно. Несерьезно. Какой бы нацменьшин он ни был, если он профессионал, если он высокообразованный человек, если он компетентный, то здесь никаких разговоров быть не может. А выбирать опять по квотам, как мы выбирали квоты доярок, квоты там колхозников, и сейчас выбирать по квотам нацменьшинств, это оскорбление и для нацменьшинств, и для нас самих. Это не тот критерий и не тот вопрос, который должен рассматриваться в контексте нацменьшинств. Я так считаю. Это мое личное мнение. И вообще, мы все граждане из Арбайджана, не забывайте об этом ни на минуту, я вас очень прошу. Теперь, что касается ваших проблем, которые я все записала. Вы знаете, я сейчас могла бы вам дать очень много обещаний, чтобы получить вашу благорасположенность. Это был бы популизм, это была бы домогодия. Я бы сейчас сказал, что этот вопрос решим, и этот вопрос решим, и тот рассмотрим, и другой рассмотрим. Тем более, что полномочий на это хватает, можно это сделать, но возможно ли? Я понимаю, что это лучшее, и надо исходить из возможного тоже, не только из лучшего, а из реального и возможного. Поэтому я вам не буду давать никаких обещаний. Это, я считаю, взятка. Давать обещания, чтобы ко мне все хорошо расположились. Нет, я не буду давать обещания. Вы будете меня оценивать не по обещаниям, а по моим действиям и по результатам этих действий. Я хочу, чтобы вы относились ко всем государственным деятелям именно с таких позиций. Хватит демагогии, хватит риторики. Только действия и их результаты. И если вы видите действия и результаты, то вы можете относиться соответственно к этому руководителю. А на слова, на обещания и делать от этих... Мы о демократии тоже очень много говорили. Вот мы говорим о демократии, и ни один институт демократии не был веден. И поэтому я не буду терять время на обещания, чтобы получить вашу благорасположенность. Вы увидите все по моим действиям и увидите все по результатам. Единственное, что я могу сказать, что вот буквально вчера мы вместе посовещались, так как я представляю, вы понимаете, я непосредственно представляю исполняющие обязанности президента, я непосредственно ему подчиняюсь и провожу его стратегию и политику. И мы как раз совещались и по поводу приема, сейчас прием у нас горит, высшее учебное и среднее учебное заведение. и мы настояли на том, чтобы была опять тестовая система, чтобы квота русскоязычных была увеличена, потому что очень много толковых ребят в прошлом году остались за бортом, они не могли сдавать это. Это вот какие-то первые шаги за моим, может быть, каких-нибудь 20 дней присутствия. Ну, это результат и это действие, понимаете? Что касается газет и так далее, обещать вам, что завтра ваши газеты будут выпущены, не могу, не буду. Что касается мобильного совета по межнациональным проблемам, он будет создан, потому что сейчас пересматривается вся структура аппарата и структура аппарата пересматривается не так, как она была вот взята и построена, а по функциям, по функции, под каждую функцию структура. Это должно быть логически. И в этом контексте будет, конечно, совет. Это возможный вариант, но скоро может быть. Скоро это месяц-два. Я не хочу, чтобы вы, опять-таки, я очень конкретный человек и ответственный за свои слова. По поводу телевидения я попытаюсь, чтобы вот эти вопросы были решены. Я попытаюсь. Я буду сегодняшний день в общем-то заниматься этим вопросом. По поводу изучения азербайджанская НСК на государственном уровне. Это я обещаю. Сентября-соктября. Это я могу обещать. По поводу захвата квартир у русскоязычного населения и русских я прошу факты непосредственно мне. Непосредственно. Каждый факт мне на руке некуда. Непосредственно. Лично. То же самое относится и к увольнению с работы. По разным причинам, но из-за незнания русского языка. Факты конкретные и факты конкретные на мое имя. Жду их. Что касается вопроса зданий и помещений. Не обещаю. Не обещаю. Почему? Потому что мы не можем дать даже помещение французского послу, который хочет вот сейчас уже выехать обратно во Францию. Нет зданий. Если я сейчас буду вам обещать, это будет нереально. Это будет некрасиво с моей стороны. Не обещаю скоро. Мы будем работать в этом углу. В этом аспекте. Обещаю работу в этом аспекте, но не обещаю, что завтра или послезавтра вам будут даны здания. Не обещаю. Но буду иметь в виду. Что касается вопросов финансирования, то думаю, можно это решить в ближайшее будущее. Ну и по поводу информационного вакуума, я думаю тоже, что это можно будет решить в ближайшее будущее. Таким образом, я конкретно ответил на все проблемы, которые вы поставили. Я думаю, это наша и последняя встреча. Я бы хотела, чтобы в дальнейшем мы встречались с вами в рабочем порядке. Это была бы более такая обстановка непринужденная, я могла бы вас не слушать. Просто вы должны учесть сейчас, я понимаю, что у вас всех проблемы горячие и горячие. Что очень тяжело, очень тяжело. Тяжело в связи с агрессией армянской, в связи с тем, что нет хлеба, в связи с тем, что миллионные населения Азербайджана без хлеба и без воды. Простите меня, но вы должны нас тоже понять. Я надеюсь на то, что вы проникнетесь нашими проблемами, я надеюсь на то, что вы поверите в нашу искренность и поверите в то, что мы будем все делать, все от нас зависящее, а я думаю, от нас многое зависит вполне в политике и стратегии государства, чтобы права человека не были нарушены. я вас всех благодарю за внимание. Большое вам спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok